У меня руки с жопой. Вот от вас просто чистой головы, мягкой бигуди и 10 минут от силы. Всем привет, меня зовут Катя и вы на моем YouTube-канале. Сегодня хочу с вами поделиться ленивым вариантом укладки, который займет у вас не более 10 минут. И вообще эту укладку можно сделать с вечера, чтобы на утро уже быть невероятной красоткой. Я выбираю жизнь в краю. Сегодня хочу поделиться вариантом укладки, которая мне полюбилась в последнее время. Единственный момент. Обычно, обычно, делала раза три. На ночь, но сегодня хочу попробовать делать буквально на пару часов. И мы вместе с вами посмотрим, какой из этого выйдет результат. Сделаю, займусь своими делами и потом покажу, что получится в итоге после. И расскажу вообще, что я открою у меня. У меня вот такой вот наборчик с Вайлберис. Пришел вот в такой вот коробочке. Удобно в ней же и храню. Что сюда входит? Сама непосредственно вот эта вот конструкция. Почему я именно выбрала этот набор из множества представленных? Потому что здесь есть вот такая вот заклепочка на двух концах. И потом, когда я все закручу, вы поймете, чем это удобно. И, кстати, я не знала, что внутри нее какая-то есть проволока. Очень комфортно. Черного цвета, чтобы было меньше визуального шума. Для меня это тоже важно. Дальше в наборе была вот такая вот бутылочка. Сюда я налила воду. Сюда я налила воду для того, чтобы... Вот сейчас, например, у меня чистые вымытые волосы, да, не уложенные просто, которые высохли естественным путем. Немножко местами влажные. Но все это необходимо сделать, соответственно, прям на достаточно влажные волосы. И водичка нам специально для этого и нужна с пульверизатором для того, чтобы увлажнить волосы. Все тоже было в наборе. Дальше было два зажима. Но ими я, кстати, не пользуюсь. И две резиночки. Вот такой вот неплохой набор. За 400, вроде бы, рублей. Можно найти дешевле при необходимости. Меня в целом именно визуально и по отзывам устроил этот набор. Ссылку на него оставлю в своем телеграм-канале. Ссылку можно найти в описании под видео. Все, как всегда. Давайте приступать. Так как у меня волосы уже подсохли, я их тщательно еще подсбрызну. Сделаю пока ремарку на то, что я буду делать это не способом, который самый популярный в интернете. Его я тоже пробовала, но моему отросшему каре, так скажу, да, не подошло. На длинные волосы я вообще думаю, что получается не очень, потому что основная укладка получается только лишь по прядям у лица, а сзади волосы остаются практически прямыми, что в целом выглядит, ну, тупо, некачественно. Вот, поэтому я нашла для себя другой способ. Он менее пока популярный, но результат от него меня очень-очень порадовал. Ну, опять же, да, ремарка на то, что я обычно делаю это с вечера, хотя для меня не свойственно вечером на ночь мыть волосы, но этот ленивый вариант укладки мне это позволяет сделать. Кстати, из-за этого я начала гораздо-гораздо реже мыть волосы и пользоваться феном, что тоже большой плюс. Ну, погнали. Примерно визуально я делю волосы на ровный проборчик на две части. Данный способ, мне кажется, похожий на заплетание колоска. Беру колбасу, как я ее называю, и кладу на пробор. Беру прядь с одной стороны и такую же с другой. И начинаю делать. Что я делаю? Я перекрещиваю их над колбасой, то есть из пряди делаю крестик. Чик. Приподнимаю конструкцию и эти же пряди, которые перекрестила сверху, перекрещиваю под колбасой. Чик, чик. Затягиваю, чтобы плотненько было. В целом, каким бы способом вы не накручивали, делаем это плотно, чтобы был плотнее сам локон. Далее снова к этой же части беру еще прядь и соединяю их в одну по принципу плетения колоска. И к этой же с другой стороны беру еще прядь и снова перекрещиваю над колбасой. Первое время, конечно, затекают дико руки. Ну, как и с плетением косичкой. Перекрестила, подняла колбасу, перекрестила, снизу затянула. Если мы видим, что у нас волосы здесь подсохшие, то увлажняем. Они не должны быть мокрые, они должны быть влажные. Один раз я на достаточно сильно мокрые волосы нанесла и утром расплекла, а они были еще влажные. Пришлось феном досушивать, но при сушке немножко волна стала не такая плотная. Крещиваю сверху, поднимаю, перекрещиваю снизу. Но, кстати, я вижу, что у меня уже получается это гораздо быстрее, чем первые пару раз. И в целом у меня сегодня ставки на такую легкую, укладку. Я нет сегодня больших надежд каких-то в силу того, что я буду держать всего два часа вместо там привычных семи-девяти. Но, тем не менее, кончики по тому же принципу закручиваем на колбасу, перекрещивая сверху, перекрещивая снизу, плотно натягивая. Берем мягкую резинку и фиксируем. В начале видео я говорила, что я выбрала свою колбасу из-за вот этих вот кнопок, а потому что, чтобы вот эти концы не болтались, что на ночь, что сейчас, я вот так вот закрепляю. И получается вот такая вот конструкция. Вот так шух, все, я ухожу по делам на пару часов и потом мы с вами смотрим, что получится из этого. Честно, я сама не знаю, самой интересно. Ну что, прошло порядка полутора часов, мне уже пора бежать, поэтому будем расправлять и смотреть, что может получиться за полтора часа. Я вам, скорее всего, вставлю видеокадры, что получается обычно за ночь и вы уже сами для себя сделаете выводы. Оп. Ну в целом я из вот только свеже расплетенного делаю на голове так, чтобы с этим можно было идти, так скажем, в люди. Шаг номер один после того, как мы сняли мягкие бигуди, мы берем любой сухой шампунь, который у нас имеем. Брызгиваю им корни, чтобы добавить дополнительный объем и чтобы завтра волосы тоже казались достаточно свежими. Как раз таки про то, что я говорила, что благодаря этой вкладке я реже стала мыть волосы. Втираю в корни и бойлак у меня это вот такой вот go to be мега мания. обожаю его, у него потрясающий запах и легкая степень фиксации, то есть волосы голом не стоят. И сбрызгиваем наши локоны. Сегодня вот они прям еле-еле, но мне так и хотелось. Все, можно либо оставить также с прямым пробором все это. Можно руками пройтись по локонам, чтобы это просто имело легкую волну и объем. Можно забрать волос в хвост либо в крабик. Я чаще перекидываю на какую-нибудь из сторон и делаю это все максимальным небрежно. Как будто вот знаете, я только проснулась и у меня вышла вот такая вот укладка. Как я говорила, это ленивый вариант укладки, который требует от вас просто чистой головы, мягкой бигуди и 10 минут от силы. Вот. Если вам было полезно, я буду ждать ваши комментарии, лайки и подписки. В любом случае, спасибо, если досмотрели этот ролик до конца. До новых встреч. Пока-пока.